Детский смех, громкие аплодисменты, атмосфера любви и взаимопонимания. В Минске прошел финал конкурса «Семья года». В этом году поступило 440 заявок, затем отборочные, туры районные и городские. И вот на сцене семь семей делятся рецептом счастья. Каждая из них многодетная. Каждый из них не понаслышке знает, как трудно выстроить атмосферу доверия и взаимопонимания. Но сейчас на финале они готовы поделиться своим опытом. «Семьи разные. У кого-то и трое деток, у кого-то и пятеро деток. Но в целом у нас в Беларуси количество многодетных семей достаточно большое – 123 тысячи семей. И меры социальной поддержки семьи, мы знаем, что они очень серьезные. У нас только 11 видов государственных пособий семьи воспитывающих детей. 3-4 миллиарда рублей направляется на выплату этих пособий. 366 тысяч. Каждый пятый ребенок в нашей стране обеспечивается такими выплатами. Ну, это что говорит? Это значит о том, что в стране создана такая беспрецедентная мера поддержки, которая позволяет создавать семьи, воспитывать, рожать деток. Ну и, конечно, вот такую счастливую семейную жизнь проживать вместе. В финале семьи участники представляли визитную карточку «Родовод». Каждая история уникальна. Зрители смогли поближе познакомиться с семьей конкурсантов. Они же, в свою очередь, рассказали о предках и традициях, которые сохраняют и уважают. И если «Родовод» больше о прошлом, то социально значимый проект о настоящем и будущем. Он основан на увлечениях семей. Кто-то любит путешествовать и предлагает путеводитель по Беларуси. А кто-то любит спорт. К таким относится семья Громыка из Минска. Папа – чемпион мира по самбо, старшая дочь занимается единоборствами и учится в Республиканском училище Олимпийского резерва. София и Платон тоже не отстают и занимаются единоборствами. «Прививали, прививаем, как говорится, и будем прививать. Все мы работаем с детства. То есть, как только пошли, грубо говоря, и пошли со мной в зал. Естественно, ну, я считаю, что главный пример для своих детей – это родитель. Папа, мама. То есть, что они будут показывать своим детям, то и будут дети делать. Один в один. То есть, мы вот с женой показываем, что нужно любить туризм, нужно любить активный отдых, нужно любить спорт. А спорт мы любим в любом его проявлении. Где-то хорошо умеем, где-то, ну, там, пускай чуть похуже, но мы все равно любим его. И поэтому у нас точно такие же дети». Семья Серафимовых стала победителем зрительского голосования. Более 26 тысяч людей отдали им свои голоса. В семье воспитывается пять детей, и каждый из них любит путешествовать. Куда? Неважно. Главное – вместе. «Самое главное – это, конечно, любовь, уважение друг к другу, взаимопомощь, взаимоподдержка. Это самое, наверное, главное. Расскажите, родители ругаются, не ругаются? Как ваши взаимоотношения с родителями?» «Конечно же, все прекрасно. Мы очень любим своих родителей, и они нас тоже любят. Ну, стараемся помогать. «Маленькие ссоры, они всегда есть, но мы их решаем вместе. Это самое главное правило, что несмотря на то, что что-то может произойти, какой-то маленький конфликт или еще что-нибудь, мы обсуждаем, садимся, обсуждаем это все вместе и решаем». Семья – самое важное, что есть в жизни каждого человека. И каждый из тех, кто сегодня выступал на сцене, тому доказательство. Ну, а победителем стала семья Савчук из Гродненской области. Вместе со званием победителя им вручили денежный приз в размере 75 базовых величин. Дарья Шманкевич, Илона Глинистая, агентство Минск Новости.